Событие десятилетия для Ивановской еврейской общины. В воскресенье была официально открыта первая и пока единственная в регионе синагога. Среди гостей праздника главный раввин России Берл Лазар. Здание, в котором расположился дом молитвы 1904 года постройки. Оно было арендовано для нужд еврейского населения 15 лет назад. Половину этого срока длился ремонт. И, наконец, синагога открыла свои двери для гостей. Каких-то строгих требований к зданию синагоги в иудаизме нет. Главное, что теперь помещение готово к проведению богослужений и удобно для прихожан. Я был здесь не так давно и действительно местными усилиями смогли построить красивый дом, Божий дом. Здесь кроме красоты материальной, видно духовная красота. Такое уют, такое чувство. И главное, как люди вместе дружат, как они уважают друг друга. На двух этажах расположились молельный зал, разделенный мехицей на две половины – мужскую и женскую. Классы для занятий, детский клуб, кошерная столовая и библиотека еврейской литературы. Синагога больше, чем просто дом молитвы. Это настоящее сердце общины, которое в Иванове насчитывает порядка 7 тысяч человек. Я приглашаю всех тех, кто ощущает в себе желание жить еврейской жизнью, желание жить духовной жизнью, приезжать к нам. У нас массовые мероприятия, практически каждый день. У нас в пятницу мероприятия мы встречаем. Шаббат, воскресенье существуют, уроки, воскресная школа, поедельник уроки ТОРа, среду семейный клуб. То есть у нас жизнь бурлит. Но не было места, где было, оно могло так по-настоящему забурлить, как надо. Теперь, слава Богу, появились залы, актовые залы, молельные залы. Есть все необходимое для того, чтобы люди могли даже просто встретиться, просто пообщаться. И то, это всегда приятно. В день открытия в синагоге было буквально яблоку негде упасть. Здесь и представители старшего поколения, и молодежь, и дети. А значит, духовный центр будет востребован. У ивановских евреев, наконец, появился общий дом. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.